Иногда сверхъестественное помогает. Например, некоторые школьники и студенты, чтобы сдать важный экзамен, кладут 5 рублей под пяткой и в результате получают пятерку. В какие суеверия верят тюменцы и гости областной столицы, об этом спросили наши корреспонденты, выйдя на улицы города. Когда выйдешь, сейчас думаю, что нельзя возвращаться обратно. Если вернешься, то надо обязательно посмотреть в зеркало. В воскресенье нельзя мыться, а то потом вся неделя пойдет на перекосяк. Вот, поэтому даже если голова сильно грязная, я не моюсь. Перед экзаменом знаю, бриться нельзя. Вот соль рассыпалась, например, да, это к ссоре, говорят, тоже как бы примета. Ложка, когда упадет, вилка, ножик. Кто-то придет, какой-то гость, или мужского рода, или женского. Кошка перебежала черную дорогу, значит, не стоит идти. На мороз тоже, когда кошечка носик закрывает. Тоже или собачка, тоже, значит, похолодание будет. Ну, такие мелочи. Случится, так случится уже. И никакие поверья не воздействуют на это, если что-то случается. Ой, нет, я никакие не верю. Я в церковь хожу, а одному Богу верю. А верит ли в суеверие наш гость, нумеролог Светлана Лосева? Сейчас узнаем. Утро конца света, она встречает вместе с нами. Да, доброе утро. Доброе утро. Верите ли вы в суеверие? Вы знаете, ну, суеверие, как сказать, верим, мы не верим, но какие-то приметы сбываются, да? Вот по типу, не мойтесь в воскресенье. Да, не мойтесь на воскресенье. Вот. Вообще сегодня можно поздравить все человечество с Новым годом. И, в принципе, это с давних пор была встреча, на самом деле, Нового года. 21 число, то есть начинается три дня, самый короткий день у нас идет, да? И 25-го мы встретим новое, как говорится, продолжение пойдет, встретим солнышко на одну минуту больше. Всего лишь. То есть сегодня, как бы, день у нас начался очень благополучно, да? Все есть, телефоны работают, конца света... Пока вроде все работает. Да, конца света не случилось. А вот что с точки зрения нумерологии означает цифры 21, 12, 12? Они ведь несут какой-то сакральный смысл? Сакральный смысл есть, да. То есть 21, 12 – это как зеркало, а посередине есть точечка. На точечку никто не обращает внимания, но любая точка – это как что-то начинается, какой-то мир раскрывается. Вот. И очень интересная есть информация на сегодняшний день. Например, в 11.11, да, начинается новая эпоха Водолея. Мы вступаем в эту эпоху по Геремичу. А у нас 17 часов 11 минут. Поэтому всем желаю сегодня взять бокал шампанского и встретить первую галактическую, как бы, галактическую новую эпоху. То есть эпоху Водолея. Но какая она будет новая эпоха? Вот я Водолея любопытная особенно. А, Водолея, вы знаете, тут уже не нумерологии пойдет, а из того, что несет сам знак. Знак несет очень многое. Он несет саму жизнь, сами изменения. То есть пойдут очень серьезные изменения. Это люди очень интересные, которые на самом деле много чего добиваются в своей жизни. И грядущая эпоха нам дает очень интересное развитие и очень большие возможности. Вот председатель клуба «Моржевание» «Кристалл» Сергей нам рассказал о том, что сегодняшний день для хороших людей он будет намного лучше, да, лучше принесет для плохих людей. Он усугубит их нынешнее положение тел. Это действительно так? Вы знаете, вообще, конечно, наверное, он прав, потому что все внутри нас. И встреча Нового года, и радость это внутри нас. И кто что ждет, тот и получает, по большому счету. Все в ожиданиях и в своих представлениях. Так, у нас какой должен быть в итоге-то настрой? То есть позитивный. А у нас позитивный. У нас мы можем с вами встречать сегодня Новый год, и каждый день можем встречать Новый год до 31-го. Как говорится, праздник каждый день. А вот любопытно узнать, дети, появившиеся сегодня, они будут, появившиеся на свет, они будут обладать какими-то особыми талантами? Ну, наверное, будут, потому что этот день все равно особенный в нумерологии. То есть это дети будут, как говорят, дети наши зеркала, да. Но вот наверняка эти люди будут как зеркалами нам, отражением. Подскажите, как этот день лучше всего встретить? Вот мы уже сказали о том, что надо с хорошим настроением, с позитивным настроением встречать. Чтобы вы рекомендовали так, чтобы потом звезды нам же самое доброе сулили? Сам, наверное, настрой очень многое нам даст, понимаете? Вот. И с прошлой встречи, да, 12-го, я вам сказала, чтобы вы обратили на то, как вы, что вы вообще осуществили в этом году, да. И сегодняшний день, он как бы итоговый, как зеркало, завершающий десятка. То есть что вы вообще совершили за этот год? Вы подытожите этот год и выстроите именно свое будущее. Вы должны увидеть свое будущее очень светлым и радостным. Хорошо, сегодня мы подводим итоги и по логике вещей мы должны что-то запланировать. Обязательно. Обязательно планируйте, чтобы... И у меня пожелание. Пусть планы исполняются через вас, чтобы это было вам легче намного. Иногда люди планируют, и это с трудом выполняется, потому что они самостоятельно хотят это провести. А вы позвольте самому плану пройти через вас. Ну вот от нас зависит, конечно, наш настрой. Завтра мы будем строить планы. А вот согласно магии чисел, что нам завтрашний день несет? Завтрашний день несет нам очень интересный. Мы вообще завтра вступаем в зодиакальный знак Козерога. Десятый опять же знак. Опять же идет десятка. Что вы говорите, десятка? Откуда эта десятка появилась? Уже второй раз упоминаете об этом. Десятка. Вообще числа, они что-то несут, информацию, за ними есть сила. Вот смотрите, 22 декабря 2012 года. Десятка у нас здесь откуда появилась? А десятка откуда появляется? Это десятый знак зодиака получается. Это Козерог. Люди удачливые, очень у них раскрываются перспективные, основные люди, которые управляют вообще, скажем, денежными потоками. И 22 число, это как дверь вообще в благо, так скажем. То есть на самом деле все подводят итоги и планируют. И вот именно переход 31, да, это та точка в 12 часов дня, когда мы все подвели и, как говорится, пошли дальше. То есть знак, который несет очень многое. Ну что, давайте, это денежный знак перечислим, да? Денежный знак, да. 22 декабря. Это денежный знак. Денежный знак. Так, он еще что у нас? Он несет какие-то начинания. Начинания, итоги. Очень полезно новое что-то начинать. Обязательно. Мы всегда в этот знак начинаем, понимаете. У нас очень интересные праздники проходят в этот знак, да. У нас получается, мы с вами празднуем и Рождество, и Крещение. То есть очень высокие энергии идут в это время на Землю. Ну, это как бы, если мистически так сказать, да, то есть идет серьезное обновление у всего человечества. Вот. Недаром Ржи наши показывают, да, что нужно купаться в холодной воде. 19 января как раз зодиакальный знак, когда заканчивается. Вы сами к Ржам не хотите присоединиться? Ой, вы знаете, как-то мне не очень там уютно. Боязно. Да, боязно. Спасибо, что это утро вы встретили вместе с вами. Вам удачного дня, хорошего настроения. И, как вы сами сказали, позитива? Только позитива.